Ночью инспекторы ГИБДД приняли решение применить оружие. В соцсетях появилось видео погони двух патрульных экипажей за машиной спецтехники. Очевидцы рассказали, что шофер спецтехники не подчинился экипажу полиции при выезде из города. Сразу несколько патрульных рванули следом, но шофер большегрозы никак не реагировал во время погони. Он неоднократно создавал аварийные ситуации, тем не менее останавливаться так и не собирался. Прямо сейчас, вот в районе Мамадышского тракта, две патрульные машины гонятся вот за этим крановщиком, который не останавливается. Уже где-то километр, наверное, проехал и все не собирается останавливаться. Вот такие дела, друзья. Вот такие дела. Это Казань. Погоня продолжалась довольно долго. В итоге многотонный грузовик сумели оттеснить в сторону поселка Высокая гора. Стражи порядка убедились, что поблизости нет людей и решили применить оружие. Из стабельного пистолета они несколько раз выстрелили по колесам автокрана. Лишь после этого грузовик остановился. По предварительным данным, за рулем КамАЗа находился пьяный 27-летний водитель. Более того, он уже был ранее лишен прав за езду в нетрезвом виде. Задержанного доставили в отдел полиции. В ближайшее время ему грозит уголовная ответственность и перспективы тюремного срока. На проспекте Победы произошла авария при участии трех иномарок. Кия и Бриллиант стояли на светофоре и в этот момент в них врезался Фольксваген. И машины, и люди получили повреждения. Я говорю, что, видно, что ты за рулем. Нет, говорит, я говорю, пьяный. Зачем за руль? Садился, говорю. Вот. Я не пьяный. Мария Ивановна сидела на заднем сидении Кия. По ее словам, она и остальные пассажиры машины видели водителя, въехавшего в них автомобиля. Причину того, почему мужчина утверждает, что за рулем был не он, тоже могут объяснить. Он прямо, он еще немножко сейчас вот резвел, а он вообще пьяный был. Еле-еле вышел. По словам очевидцев, в салоне немецкой иномарки находились несколько человек. Все они якобы были в нетрезвом состоянии. Две девушки уже ушли. Два парня, все пьяные. Девушки чуть трезвее. Водитель очень сильно пьяный, отрицает, что он был за рулем. Хотя молодой человек утверждал, что не управлял автомобилем, причину аварии он объяснил несоблюдением дистанции. Сложившиеся обстоятельства видятся по-другому водителю Бриллианс. Мой и Кири стояли на светофоре, он в середину хотел вклиниться и ударил. Установить все подробности произошедшего предстоит инспекторам ГАИ. В этом им должны помочь камеры видеонаблюдения на данном участке дороги. Некоторые водители никак не хотят принимать слово «нельзя» на свой счет. Сегодня в советском районе произошла авария. На перекрестке проспекта Победы и Ломжинской встретились две лады. Легковушки двигались со стороны улицы Сахарова. По словам очевидцев, доехав до перекрестка, водитель Приоры решил совершить запрещенный поворот налево. В этот момент машину, что называется, догнала Гранта. Оба водителя дождались приезда сотрудников дорожной полиции. После составления протокола участники аварии проследовали в отдел ГИБДД для дальнейшего разбора ДТП. Он не понимает то, что налево поворот запрещен, девушка. Он ехал по этой полосе, я ехал по этой, он повернул и задел меня. Хотел повернуть, короче. Серьезная авария произошла на трассе М7 в Пестричинском районе. КамАЗ на всем ходу протаранил Volkswagen Touareg. Очевидцы сообщили, что водителя немецкого внедорожника зажало в салоне. Спасатели МЧС смогли вытащить пострадавшего и передать в руки медиков. Мужчина получил серьезные травмы. У него перелом руки, перелом предплечья, осколочное ранение левого глаза, травмы головы, множественные ушибы. Его увезли в дежурную больницу Казани. Водителю многотонника помощь врачей не понадобилась. Выяснить, кто виноват в произошедшем, следователи смогут после того, как пострадавший владелец Volkswagen придет в себя и даст показания. Человек едва не погиб от удара током высоковольтной линии электропередачи на железнодорожной станции Юдина. По предварительным данным, мужчина зачем-то залез на грузовой вагон, перевозящий контейнер. И тут произошло поражение током. К приезду сотрудников МЧС человек был жив. Прежде чем приступить к спасательной операции, энергетики отключили контактную сеть. Затем удалось снять пострадавшего с крыши грузового контейнера и передать его медикам скорой помощи. Мужчину с различными ожогами срочно госпитализировали в РКБ. Сейчас следователи выясняют все подробности происшествия. Длинномер Scania и легковой автомобиль Opel столкнулись сегодня в четвертом часу утра. Это случилось на трассе в Мамадышском районе. После удара и груженый многотонник, и легковушка вылетели с дороги в кювет и перевернулись. Все содержимое прицепа Scania оказалось разбросано по земле. А из поврежденного бака начала вытекать солярка. Подъехавшие пожарные смыли топливо и обесточили грузовик, чтобы предотвратить возможное возгорание. По предварительным данным, в больницу с различными травмами увезли водителя Opel, по чьей вине произошла авария устанавливается. Высокая скорость привела к еще одной серьезной аварии. Это в Высокогорском районе, около деревни Усады, «Лада» 14-й модели вылетела с трассы в кювет и несколько раз перевернулась. В этот момент в салоне, помимо 30-летнего водителя, находились две его подруги. Из искореженного автомобиля пострадавшим помогли выбраться очевидцы. Все молодые люди получили множественные переломы, а также подозрения на черепно-мозговую травму. Первую помощь медики оказали им на месте, затем срочно увезли в седьмую городскую больницу. На улице Фучика припаркованная машина чуть не ушла под землю. С таким сообщением сегодня ночью к нам в редакцию обратились местные жители. На преддомовой территории прорвало трубу. Позитивный взгляд на сложившуюся ситуацию смогли сохранить только дети. Взрослые обеспокоены за свое здоровье и имущество. По словам жителей дома по улице Фучика, потоп, вызванный прорывом трубы, размывает грунт под асфальтом. А припаркованные на преддомовой территории машины уже начали уходить под землю. Аналогичный случай произошел здесь буквально месяц назад. Был провал здесь, в яме, на асфальте. Провалилась женщина с машины, вызывали аварийку. Значит, это метр два, наверное, глубиной была яма. Затыкали трубу, положили асфальт. Вот была такая ситуация здесь, на этом участке. Похоже, вода вот стоит, видимо, там тоже какая-то проблема. Для того, чтобы выяснить, в чем причина потопа, люди обратились в водоканал. Однако приехавшие специалисты якобы ответили, что проблему будут решать позже. Там труба глубоко проходит, она, видимо, проблема областнее с этой трубой. Видимо, положили асфальт до поры давления, он снова сейчас, кто знает, что будет. Тут нас полностью убирали, слой очень большой вниз. Там то ли труба что-то было, слой убирали. И, то есть, вполне возможно, что тут может провалиться. Вот именно в этой стороне, где две машины стоят. Попытки найти хозяев автомобилей, которые оказались под угрозой, не получилось. Жильцы ближайших подъездов вместе с сотрудниками водоканала пытались найти автолюбителей или даже включить сигнализации, установленные в машинах. На данный момент остается надеяться, что повторного крупного обвала получится избежать. Разыскивается без вести пропавший Андреев Руслан Альбертович, 81-го года рождения, проживающий по адресу город Казань, поселок Новое Рокчино, Кедровый переулок, дом 9, который 20 июля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. В последний раз этого человека видели в Кировском районе Казани, на улице Пролетарской. Был одет в синие бриджи в клетку, на ногах черные сланцы. Мужчина болеет шизофренией. Просьба ко всем, кто может сообщить какую-либо информацию об этом человеке, звоните по указанным телефонам.